Сегодня на библейском портале Экзегет, отталкиваясь от двух текстов, первое послание к Коринфянам, 7 глава, 25 и 34 стих, мы зададимся вопросом. Установлено ли монашество Словом Божиим Библию? И сначала мы прочитаем два этих отрывка, на которые я уже сослался. Первое – это первое послание к Коринфянам, 7 глава, 25 стих. Здесь несколько уклончиво апостол Павел пишет. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным». Здесь не очень понятно это уточнение, как получивший от Господа милость быть Ему верным. Верным в чем? В слове, в поучении. Да, он дает совет, да, у него нет прямого указания от Бога, но он надеется на то, что его совет, он будет в верности Божественному Слову. Это очень важный такой момент, на который надо обратить внимание. И теперь первое послание к Коринфянам, это же 7 глава, но уже 34 стих. Здесь апостол Павел пишет. «Незамужние заботятся о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужние заботятся о мирском, как угодить мужу». Здесь апостол Павел говорит об очень важном. Он говорит о том, что святость доступна не только для Духа, но и для тела, чтобы быть святой и телом, и духом. Человек может сохранить святость верой в Душе, но в своих плоских деяниях допустить много ошибок, оскверниться. Такой, конечно, он будет спасаться через веру, как некая головня, выхваченная из огня, потерпев великий урон. Но к святости призывает нас Господь ко дню Своего пришествия, как в окончании первого послания к фессалоникийцам пишет апостол Павел, «Дабы дух и душа и тело во всей целостности сохранились бы без пятна и порока к пришествию Господа нашего Иисуса Христа». Для того, чтобы соблюсти святость души, достаточно иметь правильное религиозное вероубеждение. А вот святость тела, о чем пишет апостол Павел, 1 Коринфянам 7,34, достигается через стяжание целомудрия, того самого целомудрия, которое составляет средоточие монашеских целей и монашеских стремлений. Чтобы нам лучше понять точку зрения первоверховного апостола Павла, мы внимательно прочитаем отрывок 1 Коринфянам 7,26-35 стих. По ходу чтения этого отрывка мы попытаемся понять этот совет апостола Павла, который он дает христианам, читающим это послание, и о котором в совете он уверен, что это будет соответствовать правде Слова Божия. «По настоящей нужде, пишет Павел, за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так, соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены». Вот здесь апостол Павел, он обращает внимание на то, что вот к моменту обращения «ты женат, оставайся женатым». В момент обращения «ты остался без жены, то есть ты вдовец, не ищи жены, останься в этом состоянии». Далее он уточняет. «Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит». То есть люди, которые вступают в брачные отношения, на самом деле они даже исполняют Божью заповедь «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И здесь как бы никакого греха в этом нет. Но есть дозволенное, а есть совершенное, то, что значительно выше. И сказав о том, что люди могут вступать в брак, Павел добавляет, «но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». О чем? Скорби по плоти – это те проблемы, не духовные проблемы, а душевные, плоские, которые возникают в жизни семейных людей, и это может как-то сказаться на состоянии их духа. «Я вам сказываю, братья», – продолжает Павел, «время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». Немного непонятно, уже как бы почти 2000 лет прошло с того момента, когда Павел это написал. Но здесь имеется в виду не только близость второго пришествия, а что гонения против христиан как бы укорачивают нашу жизнь в перспективе. У нас как бы нет перспективы в мире, который нас ненавидит. И эта реальность как бы подсказывает, что лучшее, за лучшее можно счесть воздержание от семейной жизни. Хотя, вступив в семейную жизнь, ты ничего не нарушишь. Христос тоже касался этого вопроса, когда Он говорил, «Горе вам, если бегство ваше произойдет зимою или в субботу». Зимою – это когда гонения начнутся среди общего состояния хлада любви, когда во многих оскудеет любовь, а в субботу, когда мы расслабимся, будем пребывать в покое, в лености, в неге настоящего состояния, и вдруг внезапно гонение. И горе, конечно, беременным, и кормящим младенцев. Это говорит Христос. Потому что как им оказаться в таком положении и плюс гонение. Тут надо думать не только о себе, но и о ребенке. И Павел продолжает развивать эту мысль. «И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающиеся, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Любая проблема, любая катаклизма какая-то, сложность в мире, даже эпидемия, все это может опрокинуть наше благополучие. Именно плотское благополучие. Поэтому, когда тяжелые времена приближаются, стоит ли искать брака и стремиться к нему, но если ты в браке, то сохраняй его. В свое время древние экзегеты обратили внимание на то, что когда люди входят в ковчег, во дни потопа, мужчины входят отдельно, а женщины отдельно. А вот когда они выходят из ковчега, мужчины выходят вместе с женщинами. О чем это? О том, что когда гибнет мир, когда мировая катастрофа планетарного масштаба, а таковым будет пришествие воцарения Антихриста, уже будет не до семейных отношений. И даже те, которые находятся в этих отношениях, они должны проявлять воздержание, как воздержание проявляли находившиеся в ковчеге по преданию за исключением хама, о котором совершенно неожиданно, казалось бы, говорится, когда он выходит из ковчега, что он отец Ханаана, то есть он нарушил этот запрет, это постановление во время гибели мира, не до наслаждений плотских. Потому что проходит образ этого мира, и монашествующие люди — это люди, которые всегда ощущали и ощущают скоротечность этой мирской земной жизни. Они стараются к ней не привязываться, довольствоваться немногим, чаще скудным, чтобы в момент оставления этого мира или в период гонений, или окончания собственной жизни не иметь сильных привязанностей. И апостол Павел далее пишет, «А я хочу, чтобы вы были без забот». В том смысле, что человеку, конечно, легче будет без семьи принимать всю эту скорбь, выпить до конца чашу этих гонений и страданий. Почему государь-император называется старстотерпцем? Потому что он восходит на Голгофу не один, а со всей семьёю. Это такая скорбь, это такая беда, это такой крест, который мог понести только такой старстотерпец. И развивая эту мысль, Павел пишет, «Неженатый заботится о Господнем». То есть он может сосредоточиться всецело на служении Богу, если он неженатый человек. Ему не надо думать о том, что преподавать детям, где купить вещи, подходящие для них, как позаботиться о жене, как собеседовать с нею. Неженатый заботится о Господнем. То есть он более эффективно может выполнять своё служение. Он думает о том, как угодить Господу, а женатый, продолжает Павел, это естественно, заботится о мирском, как угодить жене. Павел продолжает, «Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, то есть призыв к целомудрию, к монашеству. Это для пользы. Не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Что значит без развлечения? Ну, в том смысле, что похоть всегда ищет сладострастие, и она проявляется и в семейной жизни. Поэтому даже зачатые в законном браке и рожденные в законном браке, что мы видим в Писании, 50-й псалом царя Давида, в беззаконии зачатия, «Во грехе родила меня мать моя». Не в том смысле, что это был незаконный брак. Нет. Давид был от праведного корня Есеева. А в том смысле, что не бывает зачатия без движения похоти, не бывает рождения без скорби рождаемой. И все это сопряжено, является следствием первородного греха. Блаженный Феофилакт пишет, «Недовольно быть святой телом, но должно быть таковой и по духу». Кстати, по духу – это прежде всего. У нас была интересная беседа о целомудрии веры. «Но должно быть таковой и по духу, ибо в этом, то есть в чистоте души, состоит истинное девство, то есть начало чистоты плоской через душевную чистоту, духовную». Феофилакт продолжает. «На опыте многие, будучи чисты и непорочны по телу, скверны по душе, сверх всего, обратив внимание на то, что та не дева, которая печется о мире. Посему, когда увидишь женщину, которая выдает себя за деву, а между тем печется о мирском, то знай, что она нисколько не отличается от замужней». Апостол Павел для обеих положил определенные признаки, по которым можно распознать их. Не брак и воздержание, но с одной стороны большую и беспокойную деятельность, а с другой спокойное занятие своими делами. Следовательно, та не дева, которая обременяет себя множеством суетных занятий. А замужняя продолжает заботиться о том, как угодить мужу, и потому прилагает особенное попечение о своей красоте, или чтобы почитали ее доброй хозяйкой, показывает себя нерасточительной и бережливой. Собственно говоря, братья и сестры, старость, она и существует для того, чтобы рано или поздно сделать нас бесстрастными, когда целомудрие, не только духовное, но и целомудрие тела вернется к нам. Когда естественным образом, через старение, организм уже перестанет проявлять буйство плоти, мы входим как бы в тихую гавань умиротворения всего плотского ради путешествия через огромный океан в царство славы. Блаженный Августин тоже писал, это не должно означать, что замужняя женщина не должна быть святой и телом, и духом. То есть те же требования предъявляются и замужней, так же, как и незамужней. Но замужняя, она думает о том, как угодить мужу прежде всего. А незамужняя более легко служит Господу без всяких развлечений, как пишет апостол Павел. Как пишет блаженный Ироним, заблуждение еретиков на виниан, оно заключалось и в том, что, по их мнению, девство не лучше супружества. То есть в понимании этих еретиков, и о виниан, и о виниан, девство не лучше супружества. Можно спастись и девой, можно погибнуть девой, можно спастись замужней, можно погибнуть замужней. Ну, такая была логика. Это заблуждение было опровергнуто, прежде всего, примером Христа, который избирает промыслительно матерью своею деву и сам сохраняет девство. Христос не вступает в брак. А также учением апостола Павла подтверждается высота девства, когда Павел дает совет оберегать девство как великое благо. Этому посвящена вся седьмая глава первого послания Коринфянам. Это также опровергается и разумом, что одно и то же и семейная жизнь, и монашеская жизнь. Нет, не совсем. Потому что божественное благо в любом случае предпочтительнее благо плотского и земного. Это очевидно. Потому что благо души всегда предпочтительнее по ирониму благо тела, о благо созерцательной жизни. Благо жизни деятельной. И мы имеем примеры деятельной и созерцательной жизни, особенно на примере двух сестер Лазаря Марии и Марфы. И Христос говорит, Мария же благую часть избрала. Так как девство определено к благу души со стороны созерцательной жизни, которое, по словам апостола, состоит в размышлении о божественном, тогда как супружество определено к благу тела, а именно к телесному размножению человечества, это тоже заповедь Божия. Плодитесь и размножайтесь. Это более связано с деятельной жизнью человека, поскольку ставшие супругами муж и жена должны заботиться о мирском. Первое послание к Коринфянам 7.34. И в этом смысле, конечно, девство оно предпочтительнее, но оно никак не обесценивает при этом жизнь в браке, потому что это тоже заповедь Божия, как Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, плохо быть человеку одному. В наше время появилось очень много ругателей монашеской жизни и монашества, которые восстают против монашеской жизни и монашества в целом. Но, как мы видим, идеалы монашеской жизни устанавливаются Словом Божьим. Конечно, Христос делает очень существенное уточнение, когда говорит, что могущий вместить да вместит. То есть не для всех этот путь. И в этом смысле монашество самый короткий и самый трудный путь в небеса. А жизнь в мире продолжительно длинная и не всегда мы уверены, чем это увенчается. Впрочем, может погибнуть и инок, который не выходит из своей кельи. Блаженный Феодорит в своей известной книге «История боголюбцев» он предлагает нам такой пример чудесной помощи деве, схваченной нечестивым военачальником. Был некий военачальник, старый летами, но нечестивый, некая дева, принадлежавшая его ведомству, не вступившая в брак, хотя уже имевшая возраст законный для брака, оставив мать и родных, убежала в общество жен-подвижниц, женщины тоже подобно мужчинам подвизаются и вступают на поприще добродетели. Военачальник, узнав о ее бегстве, наказал мать и держал ее в оковах до тех пор, пока она ему не указала жилище благочестивых жен. Пользуясь своей силой, он похитил оттуда девицу и привел в свой дом несчастный, он надеялся насытить свое невоздержание, но тот, кто фараона подверг великим и тяжким наказанием за Сару, жену Авраама, кто поразил слепотою садамлян, когда они покушались напасть на бестелесных, то есть на ангелов, как на странников, тот Господь, ослепив и этого нечестивца, предоставил девице возможность убежать. Когда военачальник вошел в терем, та, которую стерегли здесь, тот час вышла и исчезла, и вернулась в вожделеннейшее для себя убежище. Таким образом, этот безрассудный увидел, что не может победить предизбравшую обручение Богу и принужден был успокоиться и больше уже не искать ту, которая была им похищена, но при Божьей помощи скрылся. Итак, из этого примера, из истории боголюбцев мы видим, что сам Господь оберегает чистоту верующих в Него. И вот в заключение мне хочется рассказать случай, когда я служил в центре, был один у нас алтарник, и у него сломалась нога, и так как родители работали, я в свободное время приезжал и дежурил рядом с ним, старался как-то помогать ему, привозил все необходимое, и что произошло? Когда он поправился, он решил поехать к родителям, потому что он находился у других родственников, и вот он сел в такси, такси, тогда, в те времена таксовали очень многие люди, и это не обязательно такси, скажем так, с лицензией, просто это были 90-е годы, когда таксовали люди без всякого отношения к лицензии такси, и вот его человек повез, а у него нога еще была в гипсе, ну уже как бы готовились снимать этот гипс, он юный, молодой совсем, и вдруг он понимает, что его везут не туда, и он обращается к водителю и говорит, а куда вы меня везете, мне же надо в другую сторону, а тот говорит, сиди, молчи, тогда этот отрок, он воскликнул, мне надо домой, мне будут снимать гипс, я должен на праздник быть в церкви, а этот так испуганно поворачивает лицо и говорит, зачем тебе надо быть в церкви, я служу в алтаре, я рядом с престолом, и тот так раз медленно останавливает машину, разворачивается к нему и говорит, ты что служишь в храме, ты очень молодой, а он говорит, я алтарник, но я тружусь у престола, и тот говорит, так задумался, но страх у него такой появился, дрожь на лице, ладно, я тебя отвезу домой, разворачивается, везет его, и когда уже вылазит этот подросток из машины, тот ему говорит, ты даже не предполагаешь, что тебя ожидало бы, если бы я не узнал, что ты связан с ним, и показал наверх, на небо пальцем, кто спас этого отрока от растления, от извращения, а может быть и от смерти, от рук садиста, мы не знаем, что было в голове у этого человека, Господь, Он оберегает нас, наших детей, Ему ценно наше целомудрие, особенно посвященное Богу, и монашествующие, это люди, которые ищут целомудрие, стремятся к Нему, да, они падают, но они переживают падение брата, как собственное падение, как и Христос заповедовал, носите бремена друг друга, так и исполните закон Христов. Итак, друзья, сегодня мы говорили об очень важном, установлено ли монашество Словом Божиим Библии, и мы убедились в том, что как наиболее эффективная форма служения Богу, на чем настаивает Павел, это действительно учреждение Божие. Так жил Христос, так жила Пресвятая Дева, так жил Иоанн Креститель, апостол Павел, который прямо говорит, хочу, чтобы вы были как я. И даже однажды он сказал, подражайте мне, как я подражаю Христу. Похоже, что Павел подражал Христу не только в чистоте учения, но и в целомудрии жизни. Не только в духовном целомудрии, но и в целомудрии платья. Итак, сегодня уважаемые отцы, братья, сестры, друзья, мы рассмотрели очень важную тему, установлено ли монашество Словом Божием Библию. Наши времена, это времена, когда все наперебой хотят быть ругателями монашества, но соответствует ли это библейской логике. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о наших новых беседах. Молитесь за то служение Слова, которое мы совершаем здесь, на библейском портале Экзегет. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров